Немец живет в Германии Норильск Норильск В царство временных жителей, хоть некоторые из них задержались здесь более чем на 50 лет. Гербом города должен бы служить не белый арктический медведь, держащий в лапах ключ от таймерских недр со знаком таблицы Менделеева, а огромная, для всех сразу, гостиница на фоне аэропорта. У настоящих норильчан, а я имею в виду старых, проживших здесь более 15-20 лет, выработался свой, особый норильский характер, можно сказать, сродни национальному. Для старых норильчан даже словарный запас, как правило, является общим для всех. Интонация, подбор слов, построение фраз говорят о сформировавшейся десятилетиями особой области психологии норильчанина. Здесь скажут «рудники», а не «рудники», «пульпа», а не «пульпа». А портовики говорят «не Мурманск, а Мурманск». Приехавшему сюда впервые, не с торговыми целями, а для настоящего труда человеку, не надо долго привыкать к норильской жизни. Процесс вживания в нее идет гораздо легче, чем в других городах. Причина в том, что старые норильчане отличаются большой контактностью. При этом новичок и не думает, что жизнью города он постепенно пропитается капля за каплей, как намокает плащ прохожего под ледяным сентябрьским дождем. Норильчан всегда можно отличить по особым признакам. Над норильской толпой, если она находится во Внукове или Емельянове, никогда не бывает тихо. А шум нередко достигает неприличных пределов. Или, к примеру, в Питере полагается уступать место в городском транспорте женщинам и пожилым людям, хоть это и не означает, что так поступают все. А старые норильчане имеют привычку на уровне инстинкта сперва впустить в дверь входящего с улицы, а только потом войти в помещение самим. Этот закон когда-то выполнялся неукоснительно, теперь не все. Спору нет. Норильчане становятся в чем-то иными, чем прежде, когда дух горожан складывался из интеллекта Льва Гумилева, Николая Федоровского, Владимира Катульского, Михаила Годлевского и других лучших умов России и других стран, правда, познавших заключение в Норильском лагере. Нередко первые впечатления о Норильске бывают омрачены чувством досады. Приезжему кажется, что он опоздал, упустил время, когда можно было увидеть подлинное лицо этого города. Насмотревшись открыток, рекламных календарей и видовых альбомов, туристы тянет сюда прежде всего экзотика арктического города. Но вместо этого он видит неприглядную сторону цивилизации. Кажется, что хаос заводских труб, обвалившихся фасадов и фундаментов, гор мусора и металлолома похоронил под собой подлинное лицо этого города. Совсем же по-другому гость начинает относиться к нему, когда коснется его истории. А что думают сами нарильчане о своем городе? Очень трудно в двух-трех фразах выразить свое отношение к городу, к которому прожил лучших 25 лет жизни. Ну, наверное, говоря коротко, это город самый-самый, это самый в северном мире город, это самый мощный горно-металлургический комбинат цветной металлургии. И остается пожелать только одно, чтобы нарильчане не утратили своих лучших качеств. Ну, для многих нарильчан это город их молодости, и для меня в том числе. А все, что связано с молодостью, всегда человеку дорого. Конечно, в городе есть свои трудности, и в жизни каждого нарильчанина есть и трудности, и радости. И в нашей жизни было то же самое. Мы собираемся уже покидать этот город, и мне бы хотелось, чтобы я увезла с собой то теплое отношение, которое у меня сейчас существует к этому городу. Забыть его, конечно, невозможно, потому что с этим городом связаны мои лучшие годы, мои самые интересные годы. Я хочу, чтобы спустя много лет я могла бы и о другом городе сказать, что он мне так же дорог, как Норильск. Иногда в разговоре со знакомыми, с друзьями мы частенько обсуждаем наше житие и бытие здесь, в Норильске, и сравниваем, конечно же, нас, нарильчан, с жителями других городов. И проводятся такие параллели, а выводы из этих параллелей иногда складываются не в нашу пользу. Ну, конечно же, это объективно. Но иногда в нашем бытие, в нашем даже образе мышления проскальзывает нечто такое, что, наверное, необъяснимо и нам кажется неповторимо. Почему? Наверное, психотерапевты бы сразу это объяснили в три счета, потому что они сюда привели тот фактор, что здесь экстремальные условия, суровый климат, и человек должен быть гармоничным в этой природе. Ну, это лирики, хотим себя видеть таковыми, наверное. И каждый в себе, наверное, что-то глубоко личное, таинственное прячет. И, наверное, уже ни для кого не будет в новинку, когда посреди июньских двух сугробов выстрелит зеленый росток, который будет охватать и свет, и солнце, и тепло, потому что он знает, что ему нужно поступать так, что ему нужно успеть за эти три коротких летних месяца. Видимо, он мудр и прав, как эта природа. И, наверное, таковы нарельчане. Полюс, северная остея, здесь снега белее, чем кости, открывавших край потерь, льдом окованную дверь, как земля с небесной твердью, неразлучные тут медведи, и покинуть эту твердь для медведя белых смерть. Не медведи, слава Богу, но ледовую берлогу по медвежью берегу, и покинуть не могу. Вот в Норильске каждому свое. И единственное, о чем бы я просил моих земляков, тех, кто смотрит эту передачу, здесь надо жить по душе, не надо никого дурить. Вот если ты любишь эту землю, люби, не любишь, не вини никого в том, что тебе вот такая любовь досталась. Не говори, что я отдал северу. Все люди, которые здесь живут по-человечески, они в конечном счете получают то, что мы называем вот этой тоской по Норильску, которая человеку уже преследует на материку светло и нежно до самой гробовой доски. Как бы ему то тяжело не жилось. Норильский характер можно сравнить с деревцем, над которым трудится искусственный садовод, изгибая, подвязывая, подпирая его. Хорошо, когда-то написал Евгений Евтушенко. Конечно, это о нас, о Норильчанах. Мы карликовые березы. Мы хитро придумали позы. Но все это только притворство. Прижатость есть ведь непокорство. И это нас учит и мучит, а холод нас крючит и крючит. Мы крепко сидим, как занозы. Мы карликовые березы. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ